Всем привет дорогие друзья из Черногории, из Будвы. У нас вечер, мы вернулись сегодня с очень хорошей экскурсией, с интересной, насыщенной по Буко-Которскому заливу. Очень она нам понравилась, но она продолжалась целый день, у нас был небольшой обед. Хотелось бы поужинать, так что сейчас идем с вами вместе на ужин. Так, нам надо найти сейчас наш, кто помнит название нашего ресторана, Порто, а там еще, по-моему, какая-то приставочка, просто Порто. Вечер, вечер, красота, звезды и такая бухточка, сикарненькая. Шикарненькая бухточка. Так, а у нас вот здесь, вот, кстати, мы уже поговорили не с одним человеком, встретили здесь людей, сейчас на экскурсии масса людей, с кем разговаривали и спрашивали, кто где кушает. И вот этот вот ресторан Порто нравится всем. Нравится всем, нравится он не просто так, а потому что там очень вкусная еда. Перепробовали много ресторанов, ходили в разные, но вот именно вкусно готовят именно в этом ресторане. Потому что ресторанов здесь огромное-огромное количество. Если бы вы еще могли прочувствовать те ароматы, которые стоят здесь, в округе, жареные рыбы, жареного мяса, в общем, все настолько аппетитно. И когда ты хочешь есть, то эти ароматы сбивают тебя с ногу, ого, девушка упала со стула, представляете? Здесь, еще не так же у нас на корабле одна упала девушка, не увидела сзади, что что-то железное было и упала. Вот, а здесь столик на воде занят. Мне он в прошлый раз вот понравилось расположение, вот это вот самое лучшее от этого стола. Рыбка здесь плавает. А мы идем со свечкой, я тоже хочу сходить руки помыть. Давайте по очереди, давайте, давайте, давайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Нам по меню. Да, можно. Видимо, сейчас плохая, я сразу же уже проматываю супы. Супы мне неинтересны. Вот Оксана вчера ела ризотто. Ну, ризотто это такой рис все-таки, он эти разбухшие не хочется. Я вчера ела вот это обалденное блюдо, черная паста с креветками. Она реально вкусная. Тольяты с биштексом. Тольяты или с биштексом. Мне что-то хочется с рыбой. Вообще пельмени карбонара. Думаю, что очень вкусные должны быть. Я вот спагетти буду с морепродуктами. Потому что креветки здесь вообще просто отпад. Вот это мое блюдо. По традиции приносит вот этот паштет рыбный. Ну, неплохой. И два вида хлеба. И золота? Ага. Вино, запомните, вранок. Это сорт винограда, который только в Черногории есть. Собирают вечером, ночью, при определенной температуре. Чтобы там сохранились вот эти вот все вкусовые качества у него. Оно, конечно, есть там подешевле, подороже. Ну, то есть, как бы разные там фирмы делают. Но просто запомните, что вранок это вот только сорт винограда в Черногории. Вот мы вчера брали, мне очень понравилось. Здесь вот такая вот маленькая бутылочка. Стоит 4 евро. В магазине 0,7. Вот 7,5 евро мы вчера покупали. Сегодня тоже зайдем еще в супермаркет. Возьмем. Я вам покажу, сколько там стоит. Видите, какая красота. Я уже прям так привыкла. Так, нету, 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 нету у меня фокусировки. Спагетти с морепродуктами. Это музыка живая, Оксан, уже, да, заиграла там? Нет еще. В общем, здесь и кальмары, и креветки, и мидии. Правда, мидии нечищенные почему-то. Чего здесь только нет. Живая музыка. Я слышу, что живая? Живая музыка. Атмосфера такая, знаете. Вообще классно. Надо было к нему поближе сесть. Сейчас будет петь. Атмосфера релакса. Просто, просто релакс. Давайте пробовать. Давайте пробовать макароны. С морепродуктами. Самое главное, что с морепродуктами. И самое главное, вот эту ложку всегда подают для того, чтобы наматывать ей спагетти. Потому что они у меня всегда падают. Как это съесть? Как это намотать на вилку? У меня такое ощущение, знаете, сейчас в 19.30 обедали вроде сегодня в 2. Но мы много ходили при этом. Поэтому аппетит зверский. У меня зверский. И очень-очень вкусно. А здесь еще очищенные мидии тоже в том числе. Нежные, нежные. Это значит просто, наверное, для красоты. А, нет. Там тоже мидии есть. Внутри. Мы сейчас с Оксаной ехали и говорили, хотим мидии, но неохота чистить. Говорю, неохота заказывать, чтобы их чистить. Если бы они были, говорю, где-то в каком-то блюде, то было бы здорово. Говорю, вот, пожалуйста. Желания все сбываются. Как по заказу. В общем, если кто-то кушает, то всем приятного аппетита. Ну, а мы потом еще вместе с вами прогуляемся по набережной до супермаркета. Все. Довольный, счастливый. Платок у меня прям пришелся ко двору, потому что на улице уже так похолодало. Свежо. Ну, как, я еще раз говорю, 18 градусов где-то сейчас на улице вечером. Нормально. Все. Сейчас пойдем прогуляемся немножко по набережной, дойдем до супермаркета, и потом уже пойдем к нам в номер. Говорят, как вы будете втроем жить в номере? Такие люди смешные. Я понимаю, если бы Оксана с Юрой были один день, первый день женаты, мы родственники. Знаем друг друга как облупленные, понимаете? Вот это вот какую-то вот ерунду, вот просто вот пополнейшую хрень пишите. Мы сегодня отсутствовали целый день. Мы уехали сегодня в 8, да, из дома вышли на завтрак. Не, пойдемте по набережной, потом туда завернем. Уехали в 8, сейчас идем в 8 вечера. Мы сейчас придем в номер, будет в лучшем случае 9-10 час. Дальше у нас с Оксаной монтаж и спать. Ну что же вы пишете, вот какую-то чушь. У каждого своя комната. Я не понимаю. Я понимаю, что первый день знакомы были. Ну когда десятки лет... А, подождите, а нам же еще экскурсию купили. А, надо раньше, наверное, там правильно Юра сказал. Не слышишь? Нет, а я забыла про экскурсию. Может, теперь или не тоже? Не, не, завтра хотели же мы еще съездить опять на целый день. Острог сказали, что это очень интересная экскурсия. Сейчас пойдем у девушки послушаем, она нам все про нее расскажет. Но она опять-таки на целый-целый день. Смотрите, атмосфера какая. Все, уже все-все-все кафе заполнены. Прям реально, знаете, как в Марморисе. Очень сильно похоже. Прям, знаете, вот если ты сейчас не знаешь, что находишься в Будве, я бы сказала, что мы в Марморисе по ощущениям, по виду живая музыка. Сейчас ночная жизнь только начинается. Но, как вы понимаете, мы устали сегодня. Ну, на экскурсии хоть и отдыхали, но устали целый день. Экскурсия. Классно, классно. Ну, потому что это, сейчас же тебе сказали, самый лучший ресторан. Вот этот, Порто, на набережной. С самой вкусной кухней. Я это подтверждаю. Такая вкуснота прям вообще. Казалось бы, макароны там. Ну, приготовьте макароны. Ну, там прям оторваться невозможно. Они очень вкусные. Они реально очень вкусные. А, смотрите, какая красота. Подсветка. Все такое красивое, яркое. Обалдеть. Вот здесь какая-то стройка. И вот здесь вот рядом с нашими апартаментами получается. И рядом с набережной вот это вот место, где продают экскурсии. Павильончик. У них удобное вот это вот место отъезда. Недалеко от нас, я так поняла. Тут всех по дороге собирают туристов. Продают агентства разные. А собирают всех в одном месте. Ух ты. Здесь какой-то кафе с такими ретро-автомобилями. И посмотрите, какая прелесть. Бентли это что ли? Или какой? А, подождите, какой-то. Мини-копер, по-моему, называется. Сейчас бы Ванька сразу бы сказал. Какая это машинка. Очень-очень много европейцев. Европейцев просто огромное количество. Речь абсолютно разная слышно. И я бы не сказала, что прям настолько много русских. Русскоговорящих много. Русских не настолько много. Из Украины очень много, ребят. Потому что мне написали, вот сейчас как раз я читала комментарии, что из Украины дешево. Что на неделю можно за 400 евро улететь с завтраками в апартаменты. Прямые вот эти вот вылеты в Теват. И это сказка, и это песня. Когда-то у тебя прямой вылет. Если бы у нас были бы прямые вылеты, мы бы тоже летали. И в Грузию, и в Черногорию. Но тут, конечно, сложности, сложности со стыковкой. Допустим, на обратном пути мы хотели также через Тевату летать. Не было рейса. У нас рейс на Москву в 4 из Белграда. Белграда. Вот. А отсюда только вылет в 3 часа был. Другого рейса не было. Вот. Поэтому пришлось выбирать Подгорицу. Подгорицу тоже неудобно очень. Потому что вылет аж в 8 утра. То есть в 8 утра мы вылетим. В 9 мы будем уже в Белграде. И у нас, считайте, не туда, не сюда будет 5 часов свободного времени. Что мы там будем делать, я не знаю. Потому что надо вот чемоданы оставить, брать. В общем, это, конечно, все не очень удобно. Я имею в виду в том плане, что стыковки. Когда у тебя прямой рейс, ты летишь, было бы здорово. Плюс ПЦР-тест. Нам опять нужно сдавать ПЦР-тест. Потому что для того, чтобы въехать в Белград, в Сербию, нам нужен ПЦР-тест по их правилам. Независимо, допустим, от того, что у меня есть вакцина. В Черногорию не надо. В Сербию надо. Это многих, конечно, останавливает от путешествий. Потому что неудобно. Неудобно. Смотрите, знакомые вещи я увидела. То, что в Турции продается. Вот этот весь Кристиан Диор сумки. Я их потом, кстати, на рынке за 10 долларов видела. Кристиан Диор. Не знаю, сколько здесь. Это же мне-то интереса спрашивать. Вот оно, наше туристическое агентство. Тревел агентство. Чем оно хорошо? Тем, что оно находится рядом с нами. Вот они все цены на экскурсии. Вот монастырь Острог и Цетинский монастырь. У нас кота был. А ты забыла, что ли, уже? Ух ты, да? Попроизм побал какой-то. Так. Хочу посмотреть. А мы хотели, знаете, сейчас что у вас узнать? Вот завтра этот Острог, Цетинский монастырь, да? Или там что-то как-то объединенное есть? Нет, только Острог. Только Острог. Да, через Цетинь мы проезжаем, но только Острог. А так, говорят, там еще как-то с этими, с каньонами бывает. Острог с каньонами, нет? Не-не-не. Не бывает такого? Нет, это уже на обратном пути. И получается, что если ехать, заезжать в Острог, то ехать. Не то, да? А покажите картинки. Покажите? Острог, вот куда? Да, что мы завтра увидим по времени, расскажите? Значит, в 8.45 мы выезжаем, и выезжаем мы около пяти вечера. А, недолго, значит, получается, да? А где картинки? Есть какие-то по этой экскурсии или нет? Нет? Мы сегодня проплывали. Но она интересная, вот экскурсия. Такая, что вот прям стоит там побывать. У нас, например, мужчина, допустим, ему сегодня не утомилось, потому что он где полежит, там где поспит. А если это утомительно будет, то? Нет, говорят, еще какая-то свадьба есть вот по экскурсии. Нет уже свадьбы. Уже поженились. Вот, кстати, вот эта Голубая лагуна, где мы сегодня были. У вас есть время еще на воскресенье? Нет, у нас будет очень хороший отель, и мы вот хотели именно завтра поехать, а потом мы уже будем чисто в отеле наслаждаться. А вы куда переезжаете? Рафаиловичи туда. Ну, это Бичичи. Нет, это Рафаиловичи. Да, да. Это Бичичи. Ага. В общем, экскурсия на завтра, ребятки, отменяется. Оксана с Юрой ехать не хотят. Я одна, конечно, не поеду. Ну, потому что одному скучно. Там длительный подъем туда. Палят, говорят, что это уникальное место. Он там где-то наверху. Но Оксана с Юрой не хотят туда ехать. Ну, и я не поеду. Шли в другое агентство туристическое. Насчет каньонов узнать в том нету. Смотрите, наши туристы всегда довольны. Узнать насчет каньонов. Есть экскурсия на озеро Скадарское. Про Скадарское это озеро расскажут. Что оно себе представляет. Ага. Смотрите. Озеро Гудва приоткрывает Сбир-пазар около 45 минут. А, недалеко. Значит, видите, Будра Святи-Стефан, Петровадскую ревьеру, Дуганскую, значит, большой такой песок ревьеры. Справа походу движения лучших видов. Потом проедет перевал. И вот это небольшой перевал. И уже будет вот Скадарский озеро. Скадарский бассейн. И быстро на равнина. Самая подородная часть, что такое из этого озера. Которая имеет рыбу, который... Да, недалеко. А-а-а. И там уже что мы делаем? Как раз пикник на озеро. Пикник на озеро. В общем, коллективным количеством голосов приняли решение мы завтра никуда не ехать, а отдыхать. То, что каньонов нет, озеро, ну, оно, конечно, красивое, но это приблизительно то же самое, что и было сегодня. Ну, и, если честно, конечно, устали. И хочется завтра отдохнуть. Поэтому здесь достаточно мест. Здесь 13 километров это набережная. То ли 13, то ли 15. Здесь старый город. Здесь, помимо всего прочего, рынок есть, который хочется тоже зайти посмотреть. На самом море покупаться. То есть, как бы... Поэтому вот так вот сейчас обсудили все за и против. И решили, что будем завтра здесь находиться целый день достаточно. Здесь тоже есть что посмотреть. Супермаркет Воли называется. Вот видите, Воли супермаркет. Соки, я смотрю. Ну, здесь ассортимент побольше, чем у нас рядом с домом. У нас вообще маленький супермаркет. Сейчас я хочу вино посмотреть здесь. Здесь есть фрукты. Яблоки 89 евроцент. Вранак. Здесь дешевле. Нет, это не то. Ты не забывай. У них же разные есть. У них есть Вранак, вот про корде, который я сейчас пила. А вчера какая-то немного другая была бутылка. Тоже Вранак. Но она была чуть подороже. Это другой сорт был. Она тоже разная. Вон, смотри, видишь, Вранак тоже 21 евро стоит. Я тебе говорю, разные просто есть фирмы, которые их делают. А сколько здесь стоит этот, как его, на фе, которое у них все любят, это вино? Фортуна. Да нет. Фортуна, да, она называлась? Фуэт, по-моему. Фуэт или как-то так. Белая. Уже забыли. Ну, можно посмотреть. Сейчас, подожди, вот здесь вот где-то. Можестик. Оно стоило 20 с чем-то. Можестик. Вот уже Вранак. 6,35, допустим, стоит. Да нет. Причем здесь это на фе белое, которое вино-то. Какое? Нет, оно где-то 20, которое мы не купили тогда за 1550. Как оно называлось? На фе. Не помню я. Здесь его нету, похоже. Лилич. Его вот прям, вот какой-то Вранак за 17 евро есть Вранак. Смотрите, тренажерный зал открыт у нас. Тут сауна. Можно сходить в сауну вечером, если есть желающие. А так позаниматься тоже. И все это на нашем этаже. Слушайте, мне нравится, написали. Говорит, нашли кому говорить, что тренажерный зал есть. Говорит, он нам нужен. Ну, у нас сегодня 17525 шагов, ребят. И времени 21-29. Вот с 8 утра мы только пришли к нам в номер. Еле живые, ноги принесли. Какие нам, какие нам спрашиваются тренажерные залы? Нет, Юра с Оксаной сейчас хотят в сауну. У меня сил нет. Ой, вообще красота. У меня вообще красота. Деньги на месте сербские остались у меня. Лежат. Ой, красота. Как же хорошо в номере. Как мне здесь нравится. Вот эта вот расцветка вся. Вот эти вот белые шкафчики. Такие уютные. Ну, вот, смотрите, палантин. Сейчас получше вам покажу. Как прям вот я в него влюбилась. Знаете, как говорят? Любовь с первого взгляда. Смотрите, какая прелесть. И это вискоза. Вот я сейчас шла. Уже на улице прохладно. А вот с этим палантином прям вообще красота. Любовь на веки. И красота. Так, пойти с балкона посмотреть на вид. Ночной. Вечерний. У всех телефоны разрядились. Пух и прах. Помыли всю посуду, поставили. Как надо. Вообще идеальный порядок здесь у нас. Можно сказать. Вот это вот купили. А, Юра другой же сейчас, да, взял? Вину. Я взяла эту вранок. Да, да. Постель заправили. Вот, смотрите, вид. Ой, освежула-то как хорошо. Вид на ночную будву. Прям мне настолько нравится. Луна уже не полная. Была два дня назад полная. Когда мы по Белграду гуляли. Не по Белгороду, а по Белграду. Боже. Вид. А Оксана купила такой красный. Да, в церкви заходили. Оксана красный. Тут небольшая зацепочка. Ну, я сперва сказала, что это ручная вышивка. Но это не ручная. Ну, она красивая. Это вискоза мягкая. Здесь вот небольшая зацепочка. Очень мягкая. Очень мягкая вискоза. Но он прям такой нарядный. Классный вообще палантин. Я прям еще раз говорю. Сесть воды попить. Кто знает, это не мой стакан, да? Мой стакан был. Не, вот этот не мой большой, я точно знаю. Потому что у меня тоненький был стакан. Вот этот. Еще и с водой стоит. Просто пить хочется, невыносим. У них вот это вот тоже местная вода, дива. Но Роса мне понравилась больше. Фу. После макарон. Да, чуть все соленое такое. Соленое, да. Прям мне не пить хочется, невыносим. В общем, что я хочу, друзья, сказать. По поводу экскурсии сегодняшней, на которой мы сегодня были. Экскурсия Бока-Которский. Пролив или залив? Залив. Или пролив. В общем, неважно. А, или Которс. Наверное, Бока-Которская. Это бухта, что ли? Это бухта, наверное. Ну, ладно, неважно. В общем, пространство морское, окруженное со всех сторон горами. Да, бухта. Бухта. Ну, бухта, ясно я. Вот. В общем, сказать, что экскурсия понравилась, то не сказать ничего. Целый день с превеликим удовольствием мы плавали, наслаждались морем, общением, видами, просто потрясающими. Ну, у нас очень мало дней здесь, и завтра опять целый день на экскурсию. Мы практически тут ничего не посмотрим, не увидим. Потом мы переезжаем в другой отель, об этом я вам расскажу позже, в какой. Это тоже очень хорошее место, считается здесь один из лучших пляжей там. Вот. Поэтому, в общем, решили мы здесь не продлевать. Нам здесь супер все понравилось, вот прям супер. Но нет интернета. То есть он есть, но он условный. Ну, представьте, вот для блогера видео загружается целую ночь. Целую ночь. То есть как бы я не могу прийти, допустим, в номер здесь и за час, за два загрузить видео. Нет. То есть всю ночь загружается. Ну, то есть для нас это очень-очень проблематично. Поэтому переедем в отель, где пишут, что хороший Wi-Fi. Вот. Ну, и плюс хорошее там месторасположение. Первая линия у моря. И, ну, тоже номер вроде бы неплохой. Он чуть-чуть подороже. Ну, не чуть-чуть. Сколько он? 289 евро стоил на двое суток. Если здесь 266 на трое. Ну, потому что еще комиссию взяли. Вернее, не комиссию, а налог здесь есть еще. Налог на туризм. Вот. А там сколько? 303. 303? Ты же говоришь, там 15 долларов. Это мне скидку сделали за то, что у меня постоянно заказывают. Ну, Букинг сделал скидку. 15 долларов. И получился вот 280. С чем? 281. Ну, ладно, неважно. В общем, посмотрите. Все посмотрите. И мы вместе с вами посмотрим. А завтра будем целый день гулять здесь. Я думаю, что здесь тоже есть масса чего посмотреть. Интересного. Ну, а нам все-таки немножко передохнуть от дороги. Потому что у нас прям насыщенно. Мы постоянно в дороге находимся. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. Ну, и совсем скоро увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok